Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Четверг, 3 мая и будем смотреть, что у нас на текущий момент происходит на рынке, когда мы подходим к завершению текущей недели. Итак, пара евро-доллар сохраняет тенденцию нисходящую, она сохраняется уже более двух недель, начиная с 19 апреля и ближайшие цели по продолжению снижения это область 1.1839. Ближайший разворотный уровень в краткосрочной перспективе отмечаем на максимальном значении вчерашнего торгового дня, который был зафиксирован на уровне 1.2030. По паре британский фунт и американский доллар также тенденция нисходящая сохраняется. Ближайшие цели для снижения этого область 1.3447, а ближайший уровень разворотный отмечаем на максимальном значении, который также были зафиксированы вчера на отметке 1.3665. По паре американский доллар, канадский доллар общая тенденция восходящая сохраняется, хотя и последние несколько торговых дней мы видим боковое движение, но пока мы торгуемся выше уровня 1.2803. Это минимальное значение, которое было зафиксировано вчера, 2 мая и 30 апреля. Тенденция восходящая остается в приоритете с целями роста до 1.30. В том случае, если мы увидим уход ниже минимальных значений на отметке 1.2802, то в этом случае мы можем ожидать начала коррекционного нисходящего движения с предпосылками снижения до отметки 1.2616. По паре американский доллар, японская иена общая тенденция также сохраняется восходящая. Ближайшие цели роста это область 110.36. Ближайший разворотный уровень отмечаем пока на прежнем уровне. Это минимальное значение, которое было зафиксировано 27 апреля. По паре австралийский доллар, американский доллар, тенденция общая нисходящая сохраняется, хотя вчера мы не увидели обновление локальных минимумов. Обратите внимание, что по паре австралийский доллар, американский доллар вчера мы не переписали минимум, который был 1 мая сформирован. В том случае, если австралийц сможет закрепиться выше максимума вчерашней торговой сессии, то мы можем ожидать начала коррекционного восходящего движения, которое впоследствии может перерасти и в среднесрочное и долгосрочное продолжение роста по данной паре. Но пока мы торгуемся ниже данного уровня, тенденция нисходящая сохраняется. Предпосылки по снижению это область 74.19. По паре евро фунт также общая тенденция восходящая сохраняется. Предпосылки для роста это уход выше максимума в отметке 88.31 и движение далее на 88.67. Ближайший разворотный уровень по данной паре отмечаем на минимуме, который был зафиксирован 1 мая на отметке 87.60. Золото продолжает свою тенденцию нисходящую. Вчера мы тоже не смогли обновить локальные минимумы, но пока общее направление остается нисходящим. Цели по снижению это уход ниже уровня 1300 долларов за тройскую унцию. В том случае, если мы увидим закрепление выше максимума вчерашней торговой сессии, которые были сформированы на отметке 1313 долларов за тройскую унцию, то с этих уровней можем ожидать уже восстановительное движение по золоту. Но пока торгуемся ниже, тенденция нисходящая сохраняется. По нефтемарке Brent также мы отслеживаем уже несколько торговых дней боковик, боковое движение, нижняя граница это 73, верхняя граница это 76.40. Общее направление сохраняется восходящее по данному активу, по крайней мере до тех пор, пока мы торгуемся выше отметки 73 доллара за нефтемарке Brent. И предпосылки для роста, то есть цели по восходящему движению, это область 76.41 с последующим его обновлением и движением по направлению 78. В том случае, если мы увидим уход ниже минимума вчерашнего торгового дня, то в этом случае мы можем ожидать уже начала коррекционного нисходящего движения по данному активу. Индекс DAX продолжает рост. Вчера мы увидели все-таки уход выше области сопротивления, который был обозначен на отметке 12645. Следующая цель роста это отметка 12938. Ближайший разворотный уровень по данному активу отмечаем на минимуме, который был зафиксирован 30 апреля на отметке 12547. Ну и биткоин. По биткоину также общее направление сохраняется восходящее. Цели для роста это область 9486 и далее по направлению 9700 и 10000 соответственно. Ближайший разворотный уровень в среднесрочной перспективе пока остается на прежнем уровне. Это отметка 8626. Более локальный находится на минимуме 1 апреля. Это отметка 8789. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Как всегда напоминаю, что если вам нравится видео, то не забывайте ставить лайк и ваши вопросы писать в комментариях. Всем желаю хорошего торгового дня и до свидания. Продолжение следует...